Каждый раз, когда вы используете фотографию, предположим, скручивания, вы говорите про сокращение сдержек. Когда вы делаете растяжку, вы говорите про увеличение доходов. Мне кажется, вы в такой прекрасной спортивной форме, вы в фитнес не ходите? В здоровом фитнесе, здоровой автоматизации. Ну, давайте я попытаюсь сейчас, не зная, что говорят ваши конкуренты, но примерно предполагая, что ждут ваши клиенты, эту фразу произнести. Итак, у нас есть 7 слов. Я классный, я умный, я интеллигентный, у меня там, не знаю, есть трехкомнатная квартира, у меня средний доход, еще там я физически крепкий, еще одна секунда осталась, и еще у меня хорошее чувство юмора. Скромность украшает, когда нет других украшений. Здравствуйте! В эфире первый пилотный выпуск программы «Битрикс24 спрашивает». Здесь мы будем встречаться с реальными партнерами и с реальными клиентами компании «Битрикс24» и обсуждать реальные проблемы любого бизнеса. Мы будем говорить о том, как увеличить продажи, как увеличить узнаваемость, как повышать эффективность работы сотрудников, как правильно их мотивировать. Мы будем обсуждать все эти вопросы и, конечно, находить на них ответы. И наш первый гость сегодня – Екатерина Ким. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Моя компания занимается веб-разработкой и внедрением CRM. В 2019 году мы активно занялись в фитнес-индустрии и заняли там уже лидирующие позиции по автоматизации и продаж. В 2020 году мы хотим заняться новой для нас отраслью – отраслью хорика. Это отели, рестораны и кафе. Таким образом, к лидерам веб-интеграторов мы хотим прийти через отраслевые направления. Екатерина, расскажите, пожалуйста, каратенчика, часа на два о вашей компании. Шучу, две минуты. Наша компания iTrack уже 15 лет на рынке. Мы в свое время долго занимались веб-разработкой. Одно из направлений нашей компании – это разработка сайтов. Второе из направлений – это внедрение CRM. Внедрением CRM мы занимаемся три года. Компания находится в Москве, 30 сотрудников. Мне кажется, что за 15 лет, такой длительный промежуток времени, мы добились пока не очень высоких результатов. Можно было бы за это время добиться большего. И, собственно говоря, по второму нашему направлению, по внедрению CRM, мы сформулировали такое УТП. Нам кажется, что мы помогаем нашим клиентам сократить издержки благодаря оптимизации их бизнес-процессов. В отличие от конкурентов, мы не говорим о том, что мы увеличиваем продажи, увеличиваем прибыль. Мы помогаем реально в том секторе, на который можем повлиять. И это мой первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Как вы считаете, это правильно сформулировано УТП? Я понимаю, что Кате очень больно сейчас это слышит, но почему очень важно любой компании найти правильный слоган, уникальное торговое предложение или позиционирование? Это как фраза «Карфаген должен быть разрушен», которую один из римских сенаторов произносил все время. И, кстати, «Карфаген был разрушен». Мы ее повторяем, и таким образом мы фокусируем работу компании, мы отличаемся от других, мы проникаем в сознание клиента и заставляем его склониться именно в нашу сторону при выборе подрядчиков, потому что у Кати очень много конкурентов. Поэтому ответ на вопрос «Почему мы?» обязательно должен быть у каждой компании, и он должен быть правильным. Правильный – это короткий, это эмоциональный, это убедительный, это правдивый и, самое главное, нужный клиенту. Не факт, что клиенту нужно сокращение сдержек, ему нужно как раз увеличение прибыли. На самом деле слова эти были подобраны неспроста. Мы опрашивали наших клиентов, выясняли, какую пользу мы им принесли, анализировали конкурентов. И конкуренты все зачастую говорят о том, что они увеличивают продажи, увеличивают прибыль. Нам кажется, что это откровенная ложь, потому что напрямую повлиять на это они не могут. А то, на что мы действительно можем повлиять, и то, что мы замеряем у наших клиентов в качестве кейсов, это именно сокращение сдержек. И здесь мы клиенту это можем правдиво обещать. Я понимаю, очень здорово, что вы проводили исследования клиентов, но я не отступлю от своей позиции. Мне кажется, что это не самый лучший ответ. Давайте даже просто пообещаем нашим клиентам не снижение сдержек, а повышение эффективности работы. Это звучит, на мой взгляд, лучше. Ну а где повышение эффективности работы, там повышение продаж. Видите, мы практически не соврали. Но звучит уже лучше. Еще раз, ответ должен быть очень эмоциональным, очень убедительным. Когда вы приходите, делайте презентацию. Это говорят ваши менеджеры, это говорят ваши слайды, это написано на вашем сайте. Если это не цепляет человек, он даже к вам обращаться не будет, как к разработчику. А проводя тендер, встречаясь с несколькими подрядчиками, возможно, выберет другого, которому обещают золотые горы. Да, по правилам маркетинга нужно говорить правду, 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 но не всю правду. Но иногда можно чуть-чуть привирать. Смотрите, мы на самом деле не привирали, мы просто поменяли слова. Еще раз, вместо сокращения сдержек, повышение эффективности. А где повышение эффективности, там и повышение продаж. Просто действительно, да, как следствие, просто они не так вот линейно связаны, как вам, ну и как мне кажется. Но может быть тогда рабочая версия, мы просто создавая и оптимизируя бизнес-процессы компании-клиента, мы повышаем эффективность работы его бизнеса. Мне кажется, это уже звучит более позитивно. Игорь, еще хочу вас спросить. Я вам говорила, что мы 15 лет работаем на рынке, и очень долгое время никому были неизвестны. Вы в 12 лет начали бизнес? Это комплимент вам. Нет, спасибо. Я пришла в эту компанию стажером. У меня там был некий карьерный рост, доросла до исполнительного директора. И три года назад выкупила компанию у предыдущих владельцев. Вот эта история. И вот эти три года я как раз развиваю новое направление внедрения CRM, помимо основного веб-разработка. К сожалению, за это время наша компания не очень известна была на рынке, кроме того, что мы разработали самый правдивый рейтинг CMS. Вот как разработчиков этого рейтинга нас рынок знает, а как сильных веб-интеграторов не очень. В прошлом году мы наняли пиар-агентство и запустили с ними работу. Работа была недолгая, месяца на три. Но за это время у меня в один месяц было порядка 12 выступлений. Мы написали много статей, записали какие-то вебинары, провели исследования и так далее. То есть было очень много пиар-активности. На самом деле мне это очень понравилось. Эффект мы получаем даже сейчас. Он такой долговременный оказался. Но я просто не оценила, сколько времени у меня это займет. И фактически все эти два-три месяца я занималась только пиаром, оставив управление компанией на руководителей отделов. К сожалению, мы немножко ушли в кассовый разрыв. Пришлось обратно возвращаться, немножко отказаться от пиара. Собственно, вопрос такой. А как оценивать эффективность пиар-активности? Нужно ли действительно туда так вкладываться? Эффект мы видим хороший, но и затраты, и временные, и финансовые были такие немаленькие. Нужно всегда найти этот баланс. Нужно заниматься, не нужно. Вот сейчас мы вышли из нашего кризиса, у нас сейчас все хорошо. Мы развиваемся, откладываем денежки на пиар и думаем, нужно ли так же активно им продолжить заниматься. Сразу же совет. Пиар-агентство или пиар-продвижение или вообще имиджевое продвижение это очень хорошая штука. Екатерина работает на рынке B2B. И на рынке B2B, если вас не знают, вас не покупают. Есть очень хорошее рекламное объявление издательства MacGrow Hill. Там сидит менеджер по закупкам в такой достаточно закрытой позе, смотрит на вас с рекламного объявления и говорит, я не знаю вас, я не знаю вашу компанию, я не знаю вашу репутацию, я не знаю ваших клиентов, я не знаю ваших продуктов и чего мне после этого хотели продать. Поэтому для того, чтобы вас знали, для того, чтобы знали у вас все ответы на вот эти вопросы, конечно, нужно заниматься пиаром самостоятельно или с помощью агентства. Агентство всегда будет очень классным катализатором, но здесь очень важно подобрать дозу пиара, потому что у Екатерины был такой передоз. Она не успевала справляться с управлением компанией, занимаясь пиаром самой себя и пиаром компании. Вот нужно найти правильный баланс. Отвечая на вопрос, который вы задавали, как оценить эффективность пиара, я думаю, что нужно было, конечно, правильно поставить задачи перед пиар-агентством. Прямо говорить, что, предположим, узнаваемость ваша растет, ваши позиции в рейтингах растут, количество публикаций, которые они организовали, положительных, растет. Или, предположим, они предоставляют для вас какую-то уникальную возможность где-то дать комментарий, где-то выступить или где-то написать какой-нибудь материал. В принципе, пиар такая история, где уже есть очень много каких-то заготовок. И любое пиар-агентство, когда заходит на работу с вами, они накладывают этот набор заготовок на ваши запросы, на вашу ситуацию и подбирают для вас определенный инструментарий. Поэтому, отвечая на вопрос, как оценить эффективность пиара, я бы сказал, по тем задачам, которые вы перед ними поставили. Если вы поставили задачи, эти задачи выполнены или перевыполнены, значит, пиар-агентство сработало великолепно. Мне кажется, что задача была перевыполнена, если вы захлебнулись с работой. Но, мне кажется, вы совершили ошибку. Вам не нужно было так резко бросать пиар. Вот занимаясь им, то есть вы стали известными и вот тут же перестали заниматься продвижением, вы тут же шагнули в сторону неизвестности. Вот пиар нужно поддерживать, пиар-активности, пиар-напряжение нужно поддерживать постоянно. Мне кажется, вам нужно это возобновить. Еще раз повторю основной тезис, когда вы работаете на рынке B2B, если вас не знают, вас не приглашают к тендеру, вас не приглашают на презентацию, с вами просто не работает. Узнаваемость на рынке B2B это наше все. Спасибо за ответ. Вы правильно сказали, мы должны были поставить задачи перед пиар-агентством. Мы их поставили. Звучат они следующим образом. Задача номер один была сделать так, чтобы бренд Екатерина Ким ассоциировался у наших потенциальных клиентов с автоматизацией продаж. Задача номер два раскачать наш бренд компании iTrack в новой отрасли, куда мы зашли с автоматизацией с помощью CRM-системы фитнес-индустрии. Как мне кажется, эту задачу они очень успешно начали выполнять делать, начали выполнять. Мы выступили на нескольких мероприятиях, мы сделали несколько отраслевых статей. Меня все чаще стали тегировать и упоминать именно в этой нужной ситуации по автоматизации продаж. Но мы, как я уже сказала, остановили с ними работу, сейчас продолжаем над этим работать уже самостоятельно. И, собственно, в чем вопрос заключается. Как вы считаете, что легче и правильнее, и лучше, и эффективнее может быть раскачивать все-таки бренд-агентство или мой личный бренд? Опять у меня плохие новости, Екатерина. Мне кажется, что задача была перед агентством поставлена неправильно. Вы зря разорвали свой бренд и бренд-компании. То есть, мне кажется, нужно было сказать так. Давайте мы начнем с отрасли фитнеса. И в этой отрасли наша компания и моя фамилия должны ассоциироваться с автоматизацией. Заняв там вот эту лидирующую позицию, вы можете легко перейти на другую отрасль. Насмешную или даже ненасмешную. Потом, мне кажется, что вам очень важно было, мне кажется, вы в такой прекрасной спортивной форме, вы в фитнес не ходите? Нет, к сожалению. Купите абонент, ворд-класс или, не знаю, какой-нибудь там еще, там студию. Походите, сделайте несколько обстановочных снимков. Вы знаете, как обычно девушки делают, когда ведут инстаграм. У вас нет инстаграма? Есть. Есть. Соответственно, вам нужно будет эти фоточки использовать, делая презентации перед вашими клиентами. Ну, во-первых, они увидят, что вы в фитнес-одежде, что вы в здоровом теле здоровый дух. То есть, они сразу же будут, ну, видеть вас, не тот как не бизнес-леди, как они вот видят сейчас во время презентации. А вот вы своя, там, не знаю, вот вы там в шортах, спортивном костюмчике, вот вы там стретчинг делаете, вот, не знаю, скручивание делаете. И каждый раз, когда вы используете фотографию, предположим, скручивания, вы говорите про сокращение сдержек. Когда вы делаете растяжку, вы говорите про увеличение доходов. Ну, и, соответственно, вот эта вот фраза в здоровом теле здоровый дух, она должна вот прям вот стать таким неким суп-слоганом, суп-уникальным торговым предложением для работы с этой индустрией. Мы предложим, в здоровом фитнесе здоровая автоматизация. То есть, когда вы эту фразу произносите, они такие, блин, ну, точно, как вот, ну, на нашем человеке, на нашем языке человек говорит. Вот когда ты свой для них, когда ты с ними говоришь с точки зрения, там, ну, может быть, даже таких вещей, как вот когда я хожу в фитнес, или когда я занимаюсь фитнесом, и мой тренер говорит, вот вы, или, скажем, мне кажется, что фитнес, в который я хожу, недостаточно, скажем, делает там повторные касания, или я вот была в фитнесе, там, сделала пробную тренировку, они меня совсем не дожимают, а как с этим у вас, мне кажется, он будет быстрее найти с ними общий язык. Спасибо за совет, очень круто, точно воспользуемся. Но у меня, опять-таки, может быть, было ложное убеждение, мне казалось, вы знаете, большинством фитнес-клубов в России управляют бывшие тренеры, ну, сами выходцы из этой индустрии, и мне казалось, что с новым видением, с автоматизацией продаж, с новыми технологиями, мы зайдем и лучше справимся с управлением, и такие белые воротнички пришли и рассказывают, как нужно, и это, может быть, даже выбивается у них из их привычного ощущения, и, может быть, на этом был акцент, но это, как вы считаете, правильный подход был, или лучше стать своим, своим среди них? Сложный вопрос. Те директора фитнес-центров, которых знаю я, это прямо суперуправленцы, но, предложим, Николай Пряночников, The World Class, это бывший топ-менеджер компании МТС, или Билайн, я уже точно не помню, то есть, явно человек с очень большим управленческим опытом, уж, я думаю, он двумя руками, там, за серым системой, но те, наверное, фитнес-центры, с которыми вы работаете, они действительно управляются бывшими тренерами, и там, конечно, экспертизы нет никакой, но говорить с ними нужно на их языке, мне кажется, проводя аналогии, ну, то есть, если вы проводите такую историю, это, не знаю, это, знаете, как там протеиновый батончик перед занятием, или это как протеиновый коктейль во время занятия, то есть, чем больше вот таких слов вы будете использовать, тем больше вы будете своим, а вот приходить, грузить их вот этими фразами оптимизации бизнес-процессов, наверное, нет, если вы им скажете, смотрите, мы поставим CRM-систему, и вы сможете увеличить продажи персональных тренировок, и вы сможете заставлять человека заниматься больше, и таким образом зарабатывать больше, или вы можете автоматически, там, не знаю, оценивать уровень лояльности тех людей, которые приходят к вам заниматься, вот такие штуки, конечно, будут очень приятны уху любого управляющего любым фитнес-центром, поэтому мой совет все-таки говорить с ними на их языке, проводить какие-то параллели, станьте своими, кстати, я понимаю, что это несоизмеримо, просто старайтесь, когда вы приходите к ним, еще купить у них персональные тренировки, вы просто встречаетесь с ними, обычно вы встречаетесь на их территории, вы говорите, а можно я сейчас останусь у вас просто персональную тренировку, проведу, пусть со мной кто-нибудь из ваших тренеров позанимается, вот все, я думаю, что так не делает ни один другой разработчик, вы прям реально сразу становитесь своей, и они тогда будут не против, если вы будете продолжать ходить, если вы будете у них еще продолжать заниматься, то есть они платят вам, а вы немножечко такой кэшбэк в виде тренировки у них, мне кажется, очень хорошая программа лояльности получается. Спасибо, у нас уже 50 фитнес-кулов среди клиентов, это мне каждый день кому-то надо ходить. Это и ваши сотрудники могут делать, не обязательно делать, но это делать вы. Спасибо. Игорь, я вам говорила, что у нас два направления в компании, первое это веб-разработка, второе внедрение CRM. Вот вопрос теперь по веб-разработке. У нас очень стабильный вообще поток клиентов, он всегда примерно одинаковый, к сожалению, не сильно растущий, ну такая динамика примерно плюс 20% в год. Основной поток клиентов у нас приходит с рейтингов, по рекомендациям, партнерки и наши копирайты на сайт, который мы разработали. В этом году мы попробовали платный трафик и начали рекламироваться в верхних строчках рейтинга веб-студии, знаете, есть такие рейтинги специализированные? И там очень мало места всегда, и нужно написать такое объявление, которое точно зацепит клиента. Вот такой вот вопрос. Что посоветуете написать в этой маленькой строчке рекламного объявления в рейтинге веб-студии, чтобы к нам обратился клиент? Зашел на нашу страничку. Сколько у нас слов? Порядка, ну, одно предложение можно уместить, где-то, наверное, слов в семь. То, что сейчас попросила Екатерина, это одна из самых сложных задач маркетинга. Минимальным количеством слов передать максимальное количество смысла. Это обычно называется копирайтинг, я называю это деньгописание. Как напишешь, так, соответственно, и заработаешь. Итак, задача Минимальным количеством слов, у нас их семь, максимум десять, передать максимум смысла, который убедит клиента заказать сайт именно Екатерины. Как же решить эту задачу? Смотрите, Екатерина, эту задачу можно решить с помощью двух, так, два шага. Первое, мы смотрим на то, что обычно пишут наши конкуренты и пытаемся написать лучше. Если мы положим, они говорят, сайт, приносящий деньги, мы добавляем эффективный сайт, приносящий большие деньги. Вторая история, мы спрашиваем себя или спрашиваем наших клиентов, потому что я смотрю, вы большой молодец, вы общаетесь с клиентами, какого рода сайты им нужны. Мы приложим, они говорят, нам нужен быстрый сайт или быстро нам нужен сайт, или нам нужен сайт, который сам себя работает и не нужно его трогать. И, конечно, всем нужен высококонверсионный сайт, всем нужен сайт, который генерит нужное количество целевых лидов и так далее. Вот тогда, когда у нас получается, что есть набор слов от клиента, есть набор слов, которые используют конкуренты, мы пытаемся создать вот такой набор, использовать именно тот набор слов, который зацепит клиента. Ну, давайте, я попытаюсь сейчас, не знаю, что говорят ваши конкуренты, но примерно предполагая, что ждут ваши клиенты, эту фразу произнести. Итак, у нас есть 7 слов. Не просто сайт, ну, то есть мы сейчас тремя словами показали клиенту, что это будет не просто сайт, а нечто большее. А вот дальше такая большая ответственность, 4 слова, ошибиться нельзя. Настоящая машина, приносящая деньги. И тогда, ну, как бы, в первом случае мы говорим про то, что мы делаем больше, чем просто сайты. Во втором случае, если мы говорим про то, что будут деньги и что это просто машинка и при этом еще настоящая машинка. Я понимаю, что вы можете не согласиться, но у меня было очень мало времени на то, чтобы выдать ответ. Но то, что он точно нестандартный, то, что он, скажем, зацепит внимание читателя, я больше, чем уверен. Но у меня есть правило, все всегда можно сделать лучше, поэтому принимаем это как первую версию и потом пытаемся ее улучшить. Крутая идея. Можно ее как-то переработать, действительно, но цепляет. Это главное. Основная задача маркетинга как раз зацепить. Для тех, кто не знает, есть такая модель АИДа. Это не опера Верди, если у вас хорошее музыкальное образование, а это модель, по которой должны строиться все коммуникации с клиентами. А, это внимание. Мы должны привлечь внимание. Судя по всему, Катю это зацепила. Дальше должно быть интересно читать. Дальше должно быть некое такое возбуждение, желание заказать, купить, попробовать. И последнее должен быть посыл к действию. Action, call to action. Фраза, которая, наверное, знакома каждому. Извините, Катя. Да, возвращаемся к вопросу. Так вот, мы проводили исследования среди наших конкурентов. Мы часто опрашиваем их после того, когда завершилась работа, завершился большой проект. Мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, а почему вы вообще нас выбрали? Можете нас как-то охарактеризовать двумя словами, чтобы мы точно понимали, что вам нравится у нас? Многие говорили, нравится менеджер, хороший сервис, или стабильно, надежно, давно работаю. Но были совершенно неожиданные ответы. Мы два раза услышали одно слово. Нам клиенты разные, совершенно друг друга не знающие, сказали, что мы технари-ковыряльщики. А как вы считаете, стоит ли использовать это в наших слоганах, каких-то рекламных компаниях, в ВТП? Сняли с языка. У вас какое образование, Катя? Техническое. Да, вы услышали то, что было бы приятно услышать вам. На самом деле, может быть, это было сказано в такой отрицательной коннотации, что вы ковыряльщики и что вы там типа вот очень медленно, ну, может быть, качественно, но очень медленно работаете. На самом деле, я бы отцепился за первую часть вашего вопроса, которая для очень многих людей прошла незамеченной. Вы сказали, что вы очень часто опрашиваете клиентов и задаете им вопрос, почему они выбрали вас. Я предлагаю вам сделать документ и повесить его на сайт, прикладывать коммерческим предложением, использовать в ваших презентациях, который будет называться «28 причин, почему наши клиенты выбирают компанию iTrack». И, собственно, вы там эти инженеры-ковыряльщики можете тоже упомянуть, но вы должны там назвать все факторы, другие факторы, которые называли ваши клиенты. Быстрая скорость, надежность, дотошность, эффективный работающий сайт, классные люди. Вот попробуйте собрать абсолютно все. Таким образом, ну, вот, представляете, вот, скажем, там парень ознакомится с девушкой, у него есть там, не знаю, буквально 15 секунд, чтобы сказать про себя. Он говорит, я классный. И девушка такая, ну, а дальше чего, да? А где если 15 секунд, все эти 15 секунд должен использовать? Ты говоришь, я классный, я умный, я интеллигентный, у меня там, не знаю, трехкомнатная квартира, у меня средний доход, еще там я физически крепкий, еще одна секунда осталась, и еще у меня хорошо чувствую юмор. И вот тогда она подумает, ух, какое классное, какое классное собрание фактов, какая классная подборочка информации. Поэтому, когда вы просто будете говорить, что мы инженеры-ковыряльщики, это вас будет, не знаю, там, гладить ваше эго, как технаря, но люди, которые заказывают сайты, или которые заказывают сиром-системы, не факт, что являются технарями. У вас технарей, на самом деле, мало. Я, по-второму, инженер-экономист, и я не очень любил там сопромат, и прочие другие науки. Поэтому, когда вы будете говорить, что я инженер-ковыряльщик, мне бы очень хотелось, чтобы вы были таким креативщиком, как и я, не знаю, там, человек, и вы тут можете не совпасть. Поэтому, не называйте что-то одно, называйте больше. Но мы с вами сейчас уже не говорим про позиционирование, не про уникальное торговое предложение. Мы говорим про совокупность факторов, которые убедят человека склонить чашу весов в сторону сотрудничества с вами. Называйте все. Скромность украшает, когда нет других украшений. Спасибо. Еще один ценный совет. Пожалуйста. Игорь, вы большой специалист по маркетингу. У нас два человека, маркетолога, работают в компании, но они пришли оба стажера. Подождите, вот сейчас я вам дам еще один совет. Каждый раз, когда вы делаете человеку комплимент, дайте ему насладиться той информацией, которую он получил. Вещь такой расплылся, да, я молодец про себя и думаю. А где я молодец, подумал я. А Катя продолжает что-то говорить, а я уже ее не слышу, поэтому вы держите паузу. Да, я молодец и... Чудо, молодец. Спасибо. Я выдержала паузу? Да, да, да. Я быстро учусь. У нас два маркетолога работают, ребята пришли в нашу компанию стажерами. В принципе, всему научились на опыте, работают уже третий год. Но есть одна проблема. Очень креативные ребята, просто безумное количество новых идей. У нас этот реестр гипотез, так называемый, который мы ведем, он только пополняется, но никак не сокращается. То есть мы оттуда не можем выполненные задачи убрать. Есть такая проблема, что мы много всего начинаем, мало чего вовремя заканчиваем, а я как руководитель вообще не понимаю, как это контролировать, как ребят мотивировать и самое главное, как заставить их работать системно. Можете что-то посоветовать? Конечно. Я хочу посоветовать вам, ну знаете, есть такой термин, можно дать человеку рыбу, а можно дать человеку удочку. Я вам дам удочку. Я посоветую вам прочитать вместе с маркетологами книжку, которая называется «Девяносто дней». Много-много лет назад, работая директором по маркетингу в телекоммуникационных компаниях, я разработал методику. Заключается она в том, что я со своим руководителем, я был руководителем службы маркетинга, я разговаривал с генеральным директором и согласовывал с ним список из примерно 30-40 активностей на ближайший квартал, 90 дней. Соответственно, то же самое вы должны сделать со своими коллегами. Вы берете направление, продолжим выгодить, работа с клиентами существующими, работа по привлечению новых клиентов, повышение узнаваемости компании, маркетинг мой. Соответственно, вы группируете все задачи по этим четырем блокам, финализируете список этих задач и говорите, ребята, когда вы сделаете эти задачи, соответственно, вы получите бонус. Если вы выполняете от 90 до 100% задач, вы молодец, получаете вот такой-то бонус. Если от 90 до 80, маленький бонус, если меньше 80%, к сожалению, бонуса не будет. Если вдруг смогли сделать 100%, но что нереально, мне никогда не удавалось выполнить 100% задач, потому что еще что-то прилетало в течение этих трех месяцев, ну, соответственно, у вас будет супер бонус. Таким образом, у вас будет привязка зарплаты маркетолога к двум показателям. У него есть зарплата и у него есть бонус, который зависит от двух вещей. Первое – это выполнение плана компании, потому что любой маркетолог должен думать про то, как помочь любимой компании выполнить план. И вторая часть бонуса зависит от того, насколько он хорошо выполнил план 90 дней. Я надеюсь, что вы пользуетесь приложением мобильным «Фильтромана» или нет? Нет. У меня есть интересное приложение, оно бесплатно. слово «бесплатно» отключает чувство логики. Каждый раз, когда вы что-нибудь предлагаете клиенту, вы же за деньги предлагаете, вы можете приходить, у вас еще будет отдельный документ, на котором написано, а это бесплатно. И сразу в раз у клиента отключается чувство логики. Здорово разговаривать с клиентом, у которого логика отключилась. Так вот, приложение «Фильтромана» работает очень просто. Вы пальцем тыкаете в четыре вопроса. Реализовать эту идею долго или быстро или посередке. Реализовать ее просто или сложно или посередке. Она бесплатная, она дорогая или посередке. И последний вопрос, он, конечно, сложный. Эффект от этой идеи будет или нет? И посередке. И потом нажимать кнопку «Получить ответ». Мы предложим сделать список, что мы клиентам предлагаем бесплатно. Это сделать быстро или долго? Быстро. Это сделать сложно или просто? Просто. Это бесплатно или за деньги? Бесплатно. Если эффекта нет, ну, давайте скажем посередке. Нажимаем кнопку и приложение говорит «Действуй». Оно скажет вам «Действуй, подумай еще или даже не думай». Тут искусственный интеллект, маленький искусственный интеллект вам будет помогать. Поэтому ваши маркетологи должны предлагать вам только те идеи, которые прошли проверку фильтрами, и когда они услышали от этого приложения «Действуй», они приходят и говорят «Катя, вот тут нам приложение сказало «Действуй, у нас есть действительно очень хорошая идея». И вы говорите «Окей, давайте я на нее посмотрю». Вы уже не смотрите на дурацкие идеи. Таким образом сократим наш реестр гипотез, оставив нам только те идеи, которые действуют. Только те, которые, да, приносят нужный эффект, недорого, быстро и, самое главное, эффективно. Игорь, я знаю, что вы написали порядка 30 книг, если не ошибаюсь. Да, ровно 30. Ровно 30? Да. Здорово. А что посоветуете почитать в первую очередь, зная уже немножко обо мне? Да, ну, помню про то, что вы развиваете личный бренд, несомненно, я порекомендую вам книжку номер один прочитать, но, похоже, вы ее уже читали? У меня она есть и, по-моему, даже вами подписана. Отлично. Вторая книга, которую я вам посоветую, это книга «90 дней», которую вы должны прочитать вместе со своими сотрудниками. Третья книга это «Маркетинг без бюджета», и эту книгу было бы здорово, если бы читали все ваши маркетологи. Действительно, ну, книг 10 лет, 10 лет, но она по-прежнему работает. И последняя книга «Прибавить оборотов». Вот книга «Прибавить оборотов» это книга, которая рассказывает о том, как любая коммерческая компания с помощью маркетинга может увеличить свои продажи. И я бы дал вам еще один совет. Попробуйте применять эти идеи не только в отношении своего бизнеса, а в отношении бизнеса своих клиентов. Если вы приходите к клиентам и видите, что помимо изменений бизнес-процессов у них есть какая-то штука, мотивация, организация рабочего места или, предположим, даже процесс найма или увольнения сотрудников построен не так, дайте им совет. Люди всегда любят, когда вы приходите с большей пользой, чем они ожидали, чем они рассчитывали. Будьте полезными. Не только оптимизируйте бизнес-процесс ваших клиентов для того, чтобы сокращать их издержки. Спасибо вам большое, Игорь. Действительно, ценные советы. Теперь главное не просто их прослушать и внедрить, как делают многие наши клиенты. Они часто сначала серым систему ставят, а потом ее не пользуются. Теперь самое главное пройти следующий путь, внедрить. Если позволите, то я читаюсь вам о результатах, и вы узнаете, какой результат принес ваш совет. Договорились. Ну что ж, отлично поговорили с Катей. Я уверен, что Катя сделает все, и я надеюсь, что вы тоже подумаете над теми вещами, которые мы в программе обсудили. О чем мы поговорили? Про уникальное торговое предложение, про список преимуществ, которые у вас есть, и вы должны обязательно про него своим клиентам говорить. Не забывайте слово бесплатно. Мы поговорили про то, как правильно делать пиар-поддержку, и про то, как ее правильно оценивать, и про организацию работы маркетологов, и не только. Возможно, другие вопросы мы обсудим в других выпусках программы «Битрикс24 спрашивает», поэтому не прощаюсь с вами, и до встречи еще раз. Обязательно с вами поговорим про результаты внедрения, про результаты изменений. Этим будет заканчиваться любая наша программа. Недостаточно просто послушать, очень важно еще что-то потом сделать. Мы спуску не дадим. Здорово получилось. Я не ожидала, что у нас за такой короткий промежуток времени получатся реально какие-то практически ценные советы. Но, как показала практика, это получилось. Оправдались ожидания, и ожидания были превышены, потому что Игорь просто на ходу креативит и выдает какие-то интересные решения. Еще понравилось то, что Игорь был очень откровенен, и если он видел, что что-то сделано не так, он не скупился на критику, а критика всегда лучше, чем просто какие-то советы из книжек. Поэтому большое спасибо Игорю. Реально классно, быстро, креативно, интересный человек, интересный собеседник.